А мы продолжаем наш телемарафон в прямом эфире. Это наша победа, это надо сберечь. Мы по-прежнему ждем от вас звонков и ваших историй про ваших героических родственников, которые трудились на куйбышевских предприятиях. На экране вы видите телефон. Сотрудники нашего колл-центра готовы принять ваши звонки. И у нас сейчас в студии новый гость Вячеслав Георгиевич Калинин, председатель профсоюзной организации «Авиагрегат». Вячеслав Георгиевич, здравствуйте. С праздником вас. Добрый день, спасибо. Спасибо, что пришли в этот праздничный день, уделили нам время. Вячеслав Георгиевич, авиагрегат в годы войны носил название 35-го авиационного завода. И, насколько я понимаю, именно на нем производили винты для того самого легендарного штурмяка Ил-2. Ничего не путаю? Нет, совершенно верно. Но вообще история связана с авиацией нашего завода, или так скажем, она начиналась с Тупина. И причем так вот сложилось по истории, что началом, или будем говорить, той датой создания нашего предприятия, 22 июня 1932 года. То есть еще задолго до войны, да? Да, да, да. Но это, собственно, строительство было электровозного завода. То есть изначально не собирались строить на вашем заводе самолеты, делать винты? Нет, это был 32-й год до производства электровозов в СССР. Ситуация поменялась в 33-36-е годы. Уже было понятно, что назревает нездоровая обстановка в Европе. Да, и решением наркома тяжелой промышленности, Ржанитидзе, был издан приказ о перепрофилировании. И был создан авиакомбинат номер 150. И, собственно говоря, сама история авиации, она началась, будем говорить, с 36-го года. На самом деле. То есть с этой даты можно считать? С этой даты, да. Да, это был приказ 3 марта 1936 года. А первые эшелоны со станками с вашего завода, когда они пошли из Москвы? Ситуация была такая, значит, начало октября. 9 октября, ситуация уже достаточно сложная. Да, был издан приказ наркома обороны, наркомат, да, он назывался, по эвакуации конкретно производства винтов в город Куйбышев. Там еще металлургическое было производство, его Каменск-Уральский эвакуировали. И вот, собственно говоря, 9 октября был приказ об эвакуации, а уже 28 октября 1941 года был уже издан приказ наркома уже авиационной промышленности и присвоили этому производству номер 35. Разместили его на площадках совместно с заводом номер 18, который был эвакуирован из города Воронежа. Здесь у вас Куйбышеве уже? Да, 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 да. На Безымянке. И вот, собственно говоря, эта история, если мы говорим, здесь мы так и называем эту дату нашу, мы тоже ее празднуем, на Волжской земле, 28 октября 1941 года. То есть второе рождение завода в какой-то степени? Да, это производство фактически превратилось в часть, вот, ну 70% всех, будем говорить, работников из Ступина были эвакуированы в город Куйбышев. Ситуация, понятно, была не совсем гостеприимная. Экстремальная, как сейчас говорят. Да, и особенно сложно было с размещением, конечно. Особенно было нужно еще и разместиться, и цеха построить, и производство запустить, и все это в кратчайшие сроки. Да, и чтобы все это работало. Чтобы уже в декабре выпустить первый ИЛ, собственно говоря. Задача была поставлена, что в декабре должны быть выпущены уже винты для строящихся ИЛ-2, которые одновременно 18-й завод и первый. Вячеслав Георгиевич, а как вот вы считаете, за счет чего удалось совершить вот этот, ну, по сути, трудовой подвиг? Я почему задаю этот вопрос? Вот я лично пережил два переезда редакции. Просто переезд редакции с одного места на другое. И я понимаю, какой это стресс. То есть какой возникает беспорядок. А здесь речь идет о эвакуации огромного предприятия. А это огромные предприятия, выпускающие технически сложную продукцию, ответственную. Потому что если винт будет плохой, самолет упадет, и я представляю, чем это может закончиться. Ну, мне кажется, вот это слово, которое, так будем говорить, и сегодня, вот, и слово «надо». Вот, что задача поставлена. То есть никто не рассуждал. Абсолютно. И тут никаких, да, никаких абсолютно тут каких-то возражений вообще они не воспринимались. Ну, будем говорить, такая полувоенная обстановка. Была же телеграмма от Сталина, где он требовал, так скажем, сроки, да, быстрее ускориться. И была фраза такая, это последнее предупреждение, это ЧК Сталина. Не надо сердить правительство. Больше уже никто никого не предупреждал, все работали. Ну, в общем-то, да. И касалось это и не только те, будем говорить, авиационные заводы сборочные, да, и все агрегаты, которые, собственно говоря, собирали и в том числе на нашем предприятии. Но винты вы делали не только для ИЛ-2, насколько я понимаю. Да, так получилось, что мы разрабатывали, ну, будем говорить, наше предприятие, КБ, еще с города Ступино, разрабатывали ряд, будем говорить, винтов для других самолетов. Один из известных, это ДБ-3, бомбардировщик. Вот как история, собственно говоря, с этим бомбардировщиком. Его было выпущено во время войны 5200 самолетов, очень прилично. Это очень много. И вот когда первая, это ночь с 7 на 8 августа 1941 года, первая бомбардировка Берлина, вот именно этими бомбардировщиками, они... Знаменитая бомбардировка на самом деле. Да, да, да. А вот вторая, в ночь с 7, с 8 на 9, тоже, значит, ну, это уже была бомбардировка уже ТБ-7, это был уже тяжелый бомбардировщик, по тем временам достаточно, ну, очень современный. И мы к нему, собственно говоря, разработка винтов тоже осуществлялась нами. И вот, как бы из истории, вот именно этого бомбардировщика, помимо вот того, что они уже с 8 на 9, была вторая бомбардировка Берлина, вот, он использовался наркомом иностранных дел, Молотовым, и он осенью для переговоров летел, я имею в виду, в Великобританию и в Соединенные Штаты, да. Причем он перелетал, уже оккупированная была полностью Европа, и он, собственно говоря, нормально пролетел сквозь... То есть вы не засекли ПВО? Да, служба за счет чего? Ну, во-первых, высота у него была 8,5 тысяч. То есть он был вне зоны доступа? Вне зоны доступа ПВО, которые, в общем-то, на тот момент существовали. Стреляй, стреляй. Спокойно долетел до Великобритании, спокойно долетел до Соединенных Штатов и вернулся точно так же опять в Великобританию и опять здесь в Москву. И винты эти разрабатывали вы? Разрабатывала наше КБ и производство, и использовалось... Ну, этих бомбардировщиков, там разные были варианты, их выпущено было поменьше, чем вот ДБ-3. Чем же Л-2? Вячеслав Георгиевич, нет, 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 я про бомбардировщик говорю. А Л-2, вы же сами понимаете, вот на слуху, когда мы говорим там 40, 36 тысяч, 40 тысяч, мы говорим Л-2, а так как на замену, то где-то 80-90 тысяч винтов необходимо было для этого. На самом деле? Да. Вячеслав Георгиевич, а вот насколько это было, скажем так, сложно с научной точки зрения разработать винты? Вот вы сказали, что у вас был собственный КБ, по сути, собственный НИИ. Ведь я так понимаю, что на начальном этапе ваше предприятие делало, скорее всего, винты по лицензии, как сейчас говорят. То есть вы выпускали западные образцы, а затем вы разработали свои собственные. И произошло то, что сейчас называется импортозамещение. Ну, это вообще-то произошло уже в 40-е годы. Почему? Вот по воспоминаниям, он совсем недавно, вот в таком возрасте достаточно большой, взрослым, так скажем, да, Михаил Иванович Котов, вот, был наш ветеран, к сожалению, он уже умер. Вот я с ним, ну, частенько мы так вот встречались, разговаривали. Вот, он закончил Московский авиационный институт в 40-м году и поступил, по окончанию его приняли в город Ступино, в КБ. И вот тогда уже в 40-м году, фактически, вот, он был конструктором, Михаил Иванович, они уже разрабатывали уже для наших истребителей, штурмовиков и, собственно говоря, бомбардировщиков, уже наши винты. И когда уже, собственно, переехали здесь, эвакуации уже были, это уже это все были, ну, будем говорить, разработки наши. То есть вот такая была система. Давайте поговорить о том, как жили рабочие, да, заводы. Я так понимаю, сам завод располагался на Безымянке, а где их поселили? Это где-то рядом с заводом или в каких-то других местах? Ну, там ситуация такая была. Вот именно первые эшелоны и первые рабочие, которые прибыли, для них выделили, для рабочих, выделили два помещения, так скажем, два здания. Это назывался у нас клуб 905-го года и клуб Кенап. В общем, не ближний свет-то, безымянный. Ну, 15 километров. Это рабочие, для рабочих. А всех семьи, я имею в виду, кто не работал, вот, их фактически разместили в сельских, будем говорить, районах, для того, чтобы они могли, тем более, это уже зима, фактически осень, зима. Ну, чтобы просто перезимовать. Ну, да, потом это построили бараки, и семьи, конечно, уже, собственно говоря, уже жили здесь, в Куйбышеве. Вот таким образом. И как же они преодолевали это расстояние? Я просто один момент хочу сказать, что вот есть в воспоминаниях, там расчет, да, на каждого вот проживающего было два квадратных метра площади. Не много, я могу сказать. Два квадратных метра площади. Это фактически бараки двухъяростные. И вот как раз это два метра квадратных. Ну, так и получается. На каждого хватало. Вот, то есть, вот такая схема была. И при этом до этого места, где вот у тебя два метра жилой площади, нужно было еще как-то добраться. Да, 15 километров, мы сказали. Да, ну, железная дорога, конечно, тут в первую очередь связана с фронтовыми, я имею в виду, эшелонами, да. Вот, очень было тяжело добираться. И вот в качестве примера, я сейчас, по-моему, 42-й год, тоже воспоминания. Они закончили, ну, пораньше, под Новый год, 19 часов. Ну, думают, нормально, попадут они под Новый год. Сели, я имею в виду, на безымянке. И появились только на железнодорожном вокзале в два часа ночи. То есть, фактически, пять часов, да, получается, 19, да, 24, да. 15 километров. Да, 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 да. Наверное, многие оставались и ночевать на заводе, да, потому что невозможно было, собственно говоря, каждый день преодолевать такое состояние. Особенно это сложно было. Вот Константин Михайлович Чехалов, который тоже, кстати, до 80-х, до 80-ти лет работал. Совсем недавно он ушел из жизни. Причем было больше 80-ти, он еще стоял у станка. Слушайте, какие крепкие люди были. Да, токарь. Вот, он родился и жил в Твери. Там поступил в ремесленное училище. Эвакуация его в Ульяновск. Вот, а там представители нашего завода, 35-го, естественно, ребят забирали. И он после ремесленного попал на наш завод и фактически всю жизнь проработал на заводе. И вот он просто вспоминал, вот, то есть, 12 часов там больше, да, а не у станка. И он говорит, уже договариваемся с ребятами, там есть где-то более-менее теплый закуток. И лучше нам, чем добираться, поспать. Мы лучше за это время здесь поспим побольше. То есть, вот такие вот моменты были именно в жизни, ну, будем говорить, наших ветеранов. Георгий, а я насколько знаю, что у вас с войной тоже связана личная история, да? У вас, я так понимаю, был героический тесть. Его уже нет с нами. Да, семейная жизнь, ну, будем говорить, наша. И у меня по линии, будем говорить, моих непосредственно родственников. Вот, два, ну, дяди мои, да, погибли. Один уже был капитан, воевал в Финскую и до 43-м под Кандалакшей. Я, к сожалению, там не смог еще до сих пор туда съездить. Но знаю эту братскую могилу и есть фамилия его. Вот, а второй, он, собственно говоря, был начальником МТС. Ну, тогда в деревне, они ходили в кожаных тужурках тогда. Ну, важная была организация. Была броня, транспортная станция, человек руководил предприятием. Вот, естественно, он от брони, в общем-то, смог каким-то образом, значит, отказаться. То есть, сам хотел попасть на брони. Да, и он как раз попал в самые тяжелые моменты. Это связано под Смоленском. Там несколько армий наших попали тогда в окружение. И без вести пропавший. И так до сих пор. Вот, пытаемся мы вот на всех сайтах найти его. Это вот те, которые... А вот тесть, он в 17 лет обучили его водителям. Дали ему американский студебекер. Вот, он про него с теплом недавно ушел из жизни. Вспоминал. Как о хорошей машине? Замечательную. И несколько эпизодов, он мне иногда в таком теплой обстановке, я говорю, ну, расскажи. Вот. И один из них рассказывал, он вот жесткость, жестокость, я бы даже сказал, вот во время вот этих всех военных операций. Не помню, какая река была. Значит, мост навели. Уже бои идут уже за рекой. Комендант переправы собирает всех водителей, выстраивает. И говорит, есть ли у кого какая-то машина неисправна, немедленно отойти в сторону после всей колонны. То есть не загораживайте путь. Предупреждаю. И отец рассказывает, он здесь, говорит, мы еще не проходим. Идет колонна, а на следующий, там очень высокий берег, надо подниматься сразу вверх. И, говорит, стоим, а, собственно говоря, бой-то идет недалеко, и, говорит, сюда уже снаряды, они нащупывают, говорит, эту переправу. И один, говорит, поднимается и заглох. Сходу не может взять подъем. И вот что значит жесткость приказа. Он, говорит, комендант прям подбегает, говорит, дверцу открывает автомобиля. Вытаскивает его, говорит. Вытаскивает пистолет и тут же его застрелил. Это да. Все, конечно, вот в шоке. Он команду дает, стоит танк. Он разворачивается, и танк его с обрыва, я ему сбрасываю, он тут же команду дает, чтобы колонна шла. Суровое время. Вот такое время, да. А вот первая его награда, так назовем, он рассказывал всегда, 17 лет, первый раз, там, и он уже в середине войны его взяли. В Польше идут болотами, лес. Там где-то идет бой, собственно говоря, чует, или будем говорить, что идет колонна, пытается ее тоже накрыть артиллерийским огнем. Впереди идет машина, и, говорит, пробуксовала, а это же нам мог, и села. Колонна вся остановилась, говорит, ситуация тут... Критическая. Критическая, да. А вот у него, я потом-то, он стал заслуженным рационализатором, у деда-то был, и он сразу вот смекнул, и он, говорит, подбежал, в следующем шел. И он, говорит, давайте, он подошел. Он тогда, здесь было пространство, он тихонечко вот так вот, а он же на малой скорости очень у него там, и он потихоньку его объезжает. А те, кто помогает, он, говорит, и потихоньку его, говорит, это самое, на крюк, да. И вот он идет, 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 а тут немножко буксует, и он, говорит, его раз, вытащил, и колонна, говорит, ушла, все, не смогли нас накрыть. И, говорит, первая благодарность, говорит, была, командир, обнял меня, говорит, спасибо, сынок. И это, вот, говорит, была, вот для меня, говорит, ну, награда. Важнее, наверное, чем орден и медали, да? То есть вот такие, такие моменты, да, а не сильно отвлекаю. Нет, вы рассказываете, у меня еще слезы на глазах. Нет, я вот еще хотел, еще один эпизод, это уже где-то в районе Польши. Вот, то есть ситуацию принимать надо в течение вот буквально нескольких секунд. Трасса уже эти, достаточно дороги уже хорошие, и идет колонна. Он служил, вот, и припасы, собственно говоря, подвозил на своем стадобекере. Еду впереди, у него там солдаты, собственно говоря, в кабине. Запас бензина. И, говорит, поворачиваем, а так она идет немножко с поворотом. А, говорит, из леса, группировка, которую тоже окружали, немецкая, танки, они пытались выйти и пересечь. И получилось так, что пока они хотели пересечь. И мы ездим. Да, и тут, собственно говоря, и он, говорит, вижу из леса, и он меня, говорит, увидел, что я первый на колонии. Ну, все, говорит, решение принимаю, добавляю, говорит, скорость и начинаю навстречу ему. И он. И, говорит, вот, собственно говоря, уже происходит такое событие. И вот, говорит, я уже к этому месту, где он уже подъезжает, я, говорит, уже, ну, хотел проскочить. А он, говорит, уже вот так поднялся, говорит, на Косогор. И, говорит, поворотом разворачивается. Я, говорит, от него, говорит, ухожу. И он меня сбивает, говорит, оттуда площадки такие были. Площадку и бензобак. И, говорит, полностью срезает. А я, говорит, качусь дальше. Качусь дальше, не отключаюсь. И где-то, ну, он, говорит, метров там 200 или 300, но все-таки проехал. А здесь, говорит, они так вот развернулись из леса. Колонна, говорит, на виду вся. И они, говорит, начали ее расстреливать просто. Ну, пока это все, шумиха пока развернулись, пока, значит, начали давать отпор. Думаю, что делать? Двигаться-то дальше надо. Солдатике все нормально, говорит, получилось. Он никого, говорит, не задел. Все целое. Да. Я тогда что делаю? Бензобака нет. Бочки есть с бензином. В ведро наливает. Да, здесь у него шланг. Он одного солдатика сажает здесь на крыло, а там удобно было. Старая машина, если помнить. Вот. И он сразу, значит, в карбюратор сказал ему. Подает топливо. Как ему, да, как ему. Вот он попытался, завел его. И, говорит, таким образом мы тоже, говорит, километр, ну, наверное, 150, говорит, точно проехали. Вот таким образом, говорит, он сидел, солдатик, и я, говорит, двигался. А там уже, говорит, по дороге уже заприметил, где валяются студыбекеры. А сколько ему лет было, когда он вот все эти решения принимал? Вот эти, это 18. Это уже, наверное, лет 18. Это 18 уже. Да, 18 ему было. Это вот какая была нервная система, какой был интеллект, и насколько это вообще были сильные. Он на заводе Фрунзе работал. Потом, после войны, на заводе Фрунзе. Вот. Был слесарь-инструментальщик, ну, тогда 6-го разряда, самое высшее. Вот. Достаточно сложно, я был там у него на заводе, сложные детали он делал. Вот. И он был заслуженный рационализатор, вот, тогда России, он, РСФСР, не СССР там у него было. Вот. Он всегда это им гордился. То есть у него всегда нестандартный взгляд был. И вот эти две фактические истории, они просто дали им возможность, я имею в виду, ну, остаться живым. Конечно. По-другому как. Спасибо вам огромное, Вячеслав Георгиевич, что вы к нам пришли. Спасибо вам за такие чудесные истории, за ваши воспоминания, за ваши эмоции. С днем вас великой победы. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы есть. Спрощаемся с вами. С праздником.